Добрый день, уважаемые граждане! Давно мы не обращали столь пристального внимания, на мой взгляд, к проблеме ковида. Мы надеялись, что все те так называемые общественные организации, так называемые независимые средства массовой информации, телеканалы, интернет-площадки, блогеры всяких мастей и всякого финансирования, различные гражданские активисты, коими они себя сами называют, различные другие активисты и неактивисты, которые есть в нашем обществе, поднимут тему сложной ситуации с администрированием пандемии ковид. Катастрофическая ситуация с заражениями в стране, с тем непрофессионализмом, мягко говоря, которое происходит, с той бесчеловечной политикой по отношению к нашим гражданам, которая происходит от правительства и от профильного министерства в частности. Все мы помним, что когда-то, будучи экспертом, нынешнее руководство Министерства здравоохранения рассказывало всем нам, в Фейсбуке вещало, обычные эти посты ночью писалися, о том, как нужно администрировать пандемию, о том, что нужно делать, о том, в чем должны ходить медики, как нужно поступать, что нужно делать на уровне районов, как нужно с людьми общаться. Что мы видим сегодня? Мы сегодня видим полный провод. С одной стороны, полная закрытость со стороны министерства. Весь формат общения, он ограничивается брифингами и частичными ответами на вопросы. Удобные вопросы, удобной прессе. И это очень важно. Все, больше ничего не делается. Какие мы имеем исторические события, негативные, страшные события? При правительстве, поддержанном партией социалистов, не было 5-6 тысяч зараженных у нас в стране. Хотя во всем мире бушевала страшная ситуация. Сейчас 5-6 тысяч. Это в два раза больше, уважаемые граждане, в два раза больше максимальных значений, которые были при нас. И тогда нас критиковали. За 100 случаев критиковали. За 100 случаев так называемый эксперт с образованием подымала панику. Масса депутатов нынешней партии власти рассказывали о том, что необходимо тестировать массивно население. Что это лучшая методика. Все они стали врачами, все они стали экспертами. Где они сейчас? Почему ни один депутат не вспоминает из партии власти свои слова в 2020 году, в первой половине 2021 года. Или уже все, обманули людей, хватит. Люди забыли, да нет, люди не забыли. Люди помнят, лежа в больницах. Люди помнят, оплачивая медикаменты. Люди помнят, умирая. Когда их родственники умирают. А вы рассказывали, что все будут живы. Вы рассказывали, что все будет хорошо. Что не будут голодать, что будет все замечательно. Но до чего мы доходим? Мы дошли до низшей планки отношения к людям. Тогда, когда вот такие вот циркуляры, которые выдает профильное министерство здравоохранения учреждениям, которые входят в его субординацию, я говорю о медучреждениях различного уровня, различного уровня подчинения и других. О том, чтобы экономить энергию. Выключайте газ. Выключайте централизованное отопление. Вплоть до того, что, помните, в 90-е годы, я помню, мы учились в школе. Для того, чтобы экономить тепло, мы газеты засовывали в оконные рамы, закрывали их скотчем. Вот до этого на сегодняшний день дошли. Не больше 19 градусов должна быть температура в помещении. Там, где лечатся люди. Там, где им нужен уход. Где им нужно тепло. 19 градусов. Такое впечатление, что писали эти документы те, кто не находится в Молдове. Надо спуститься уже, наконец-то, нынешней власти из космоса. Закончились выборы. Можно обеспечить все, что угодно, но реальность уже другая. Люди уже не верят этому. Что значит, что должны максимально ограничить использование горячей воды? Людям чай не заваривать пациентам в палатах? Руки не мыть теплой водой? Антисанитарию раздевать? Или давайте будем купать пациентов необходимых, и сами пациенты будут принимать душ и обеспечивать себя гигиеной один раз в неделю? Без того, чтобы утром элементарно почистить зубы и умыться. Только потому, что министерство сказало экономить, потому что не справляется со своими обязанностями? Но это же маразм. Это же бесчеловечный подход к людям. Это же очередной обман с вашей стороны. Мы дошли до того, что у нас медики болеют тысячами. За последнюю неделю несколько тысяч медиков заболело. Что у нас будет дальше? Кто будет лечить? Мы дошли до того, что у нас руководители медучреждений должны выписывать вот такие циркуляры с просьбой не присылать больше ста тестов. Только потому, что нет людей, которые будут это обрабатывать. Нет медиков. Медицинские работники заболели. И у нас здесь вопрос возникает. Как так получилось, уважаемое руководство? Вы же рассказывали, как нужно защищать медиков. Вы же вещали на всю страну о своей высокой подготовке в области защиты труда медицинского персонала в условиях пандемии. И такое было. Вы рассказывали о том, что нету экипомента, нет халатов, нет масок, нет защитного оборудования. Раз и два в достаточном количестве нет этого оборудования. Поэтому у нас ситуация. А тогда при нас болело меньше медиков. Намного. На сотни человек меньше. А сейчас что произошло? Вы же по теории должны все знать. Почему тысячи медиков заболевают? Что произошло? Нету оборудования защитным. Вопрос где? Вы же сказали, что оно есть. Вы же получаете заграничную помощь на миллионы, до десятки миллионов евро. Европейские партнеры помогают. Мы понимаем, знаем о ком речь идет. Все об этом знают. Где эта помощь? Где эти маски? Где эти вентиляторы? Где это защитное оборудование? Почему так происходит? Есть ли в этом прозрачность? Либо оно где-то продается, либо оно где-то на складах висит. Либо кто-то не умеет его правильно распределить. Что происходит? Почему такая ситуация? Объясните людям. Никто же об этом ничего не говорит. Но при этом увеличивается количество заболевших у нас. А я хотел бы напомнить, уважаемые власти, что при заключении контрактов медицинская касса страхования, обязательного страхования, не учла момент увеличения многократного стоимости энергоресурсов в 2022 году. И социальные учреждения под ведомственные соответствующими министерству также в план своего годового бюджета не включили это. Не включили это. Потому что им никто не сказал об этом. Потому что тогда не могли предвидеть, что это произойдет. А когда принимали бюджет, мы об этом говорили много раз, уважаемые коллеги, там будет страшная ситуация, люди замерзнут сейчас, через несколько месяцев. Об этом мы говорили в декабре, нас никто не слушал. Но вот сложилась ситуация. При этом вы призываете экономить. У них денег нет оплачивать счета за отопление. Они экономят на лекарствах сейчас. Они вынуждены это делать. Потому что у нас есть система финансирования медучреждений. И мы все знаем, какая она. Они вынуждены будут экономить на оборудовании. О ремонтах речи вообще не идет с такими бюджетами. Они вынуждены будут экономить на питании пациентов. У них нет другого выхода. Им нужно оплатить коммунальные счета, потому что отключат. И вы ничего не сделаете. И будет действительно холодно. И вам не нужно будет вот подобного рода бумажки писать, рассылать по медучреждениям с требованием сокращать, урезать, экономить. Потому что отключат все за неоплату. По медикам буквально несколько цифр. Вчера заболевших 394 человек. Позавчера 403 человек. Еще предыдущего дня 506 человек. Да такого никогда не было. Что происходит? Что вы делаете с этими людьми? Почему они не защищены? Почему нет управления нормального? Что происходит? Почему полный непрофессионализм? С этим нужно разбираться. А по гражданам вчера 5366, позавчера 6199 абсолютный рекорд, предыдущим днем 5138. И все молчат об этом. Все хорошо. А некоторые особо циничные политики, особо циничные представители так называемого гражданского общества говорят о том, что министерство и правительство предпринимают максимальное усилие для минимизации последствий. Вы что, издеваетесь над людьми? Люди не идиоты, я прошу прощения. Люди все видят. Они мерзнут. Они голодают. Как вчера сказал один эксперт, бедным быть дороже. И все те мелкие поддачки в виде небольшого увеличения пенсии, в виде смешных компенсаций, они абсолютно никак не помогают людям. Я вернусь к гуманитарной помощи. Где она на сегодняшний день? Почему учителя и другие госслужащие до сих пор делают тесты за свой счет? Вы же их обязали делать. Где эта гуманитарная помощь? Нужно на эти вопросы отвечать. При нас все было прозрачно. На сайте министерства можно было посмотреть, куда уходит то или иное оборудование. Те или иные халаты, маски, перчатки, другие медицинские изделия, которые получались в большом количестве, я подчеркну, от заграничных партнеров. И этого на сегодняшний день ничего нет. Уважаемые граждане, нам нужно делать выводы. Уже пора. Хватит терпеть подобного рода так называемых правителей. Обманули они вас. Обманули они всех. Уже всем это понятно. Все страдают из-за этого. Но давайте будем объединяться. Давайте будем объединяться против этой желтой власти, которая есть на сегодняшний день. Против этого беспредела. Против этого некомпетентного управления. И против этого правления, которое обязывает нас жить по их правилам. Не будет такого. Я понимаю, это жило. Но нужно быть вопрекистами. И вопреки вот этим давлениям, вопреки вот этому бездействию, вопреки тому бардаку и хаосу, который происходит в стране, бороться. Бороться за своих детей. За себя. Для того, чтобы выжить. Я не думал, что я скажу такие слова, что страна должна выживать. Но мы наступили сейчас, те времена, когда, к сожалению, страна должна выживать. И каждый отдельный гражданин. Спасибо большое.